Уже совершенно очевидно, это уже ВСУ, то есть очевидно, что это уже такая достаточно серьезная операция ВСУ. Какую цель преследует и вообще что происходит в Курской области, какие планы вообще преследует военное и политическое руководство Украины? Цель, насколько это будет постоянно, какая стратегия, тактика и так далее? Давайте начнем с того, что, безусловно, комментировать оперативно-кактические решения или тем более стратегические решения ведения оборонительной войны могут только военные. То есть представители генерального штаба я не буду заходить в оценку операции и не буду давать ей, соответственно, военную оценку и так далее. Давайте безотносительно Курской области я объясню то, что будет дальше происходить. Еще раз, безотносительно того, что сейчас мы видим в Суджицком районе Курской области и, соответственно, можем увидеть в других регионах России, Смотрите, вот в рамках международного права очень конкретно оно описывает, что страна, которая ведет оборонительную войну, не сможет ее вести, если не будет уничтожать инфраструктуру оппонента, которая находится на территории, не только на оккупированных территориях, или не только на тех территориях, где идут боевые действия, но и, собственно, на территории страны-агрессор. То есть международное право четко регламентирует ваши возможности это все разрушать. Почему это важно? Что всегда делала Россия, и, кстати, в 2014 году на Донецком направлении, и абсолютно точно, начиная с 2022 года, особенно последние полгода или даже больше, последние 8-9 месяцев, артиллерия, авиация быстрого подскока, ну, имеется в виду тактическая, находится на территории Российской Федерации. И Россия по умолчанию считала, что она не будет иметь проблем, то есть она не будет иметь ответа, юридически корректного ответа по своей территории. Соответственно, она может артиллерию держать возле границы с Украиной, то, что мы видели с вами, например, на Харьковском направлении, то, что мы постоянно видим на Сумском направлении, да, то есть артиллерия стоит вдоль границы на территории России и практически там в 20-30-40 метров глубину уничтожает все населенные пункты. Плюс, соответственно, с вот этих приграничных территорий, там находятся базы, опять же, на расстоянии 5-7-8-10 километров от границы, база, где идет на подготовку диверсионных групп, которые заходят затем на территорию Украины, ну и максимально, опять же, разрушительно действуют, особенно если это болотистая, лесная местность, и, соответственно, зашли, зашли в населенный пункт, совершили там определенные террористические действия, абсолютно юридически корректно, у нас уголовные дела возбуждаются по каждому подобному действию. То есть страдает, как правило, гражданское население, ну то есть там кого-то расстреляли, кого-то убили, кого-то захватили и так далее, где-то пограбили и обратно выходят на свою территорию. Ну и плюс аэродромы, еще раз, аэродромы подскока, которые находятся рядом там по линии фронта практически, ну вдоль всего вот периметра приграничья, это и Белгородская, и Ростовская, и Курская, понятно, дело области, то там находится большое количество небольших авиационных баз, с которых поднимается тактика, ну имеются тактические истребители и штурмовики, и, соответственно, опять же, бесконечно с этой же территории забрасывают на уже плечо более длинное, там до 70 километров, планирующие авиационные бомбы в глубину территории Украины, опять же, по гражданскому населению приоритетно. То есть 80% ресурса артиллерийского или ресурса, например, авиационного используется по гражданскому населению, по населенным пунктам, которые находятся в приграничье с зоной ведения боевых действий. Вот, в принципе, как этому противостоять? Есть несколько аргументов, еще раз, это я не даю оценку тому, что происходит в Курской области, давайте дождемся официальных сообщений по оперативно-тактическим задачам, которые стоят перед вооруженными силами Украины от военных. Я говорю о том, что, в принципе, как это выглядит с точки зрения международного права. Есть несколько рецептов решения вот этой проблемы при масштабной войне. Один из них – это нанесение ударов, ракетно-дроновых ударов в глубину территории. То есть ты знаешь, где находится инфраструктура, ты ее уничтожаешь. К сожалению, вы знаете, что есть вот эти неформальные еще до сих пор переговоры на уровне партнеров, потому что здесь не просто надо нанести удар пятью дронами или пятью ракетами. Здесь должна быть системная работа, а это определенный объем ресурса. Прежде всего, ракетного. К сожалению, Украина самостоятельно в таком объеме ресурс не имеет. Ну, нет возможности производить. То есть постепенно производство наращивается, имеют ракетные и дроновые. Но все равно это еще не те уровни, не те объемы, которые необходимы для системного уничтожения, поэтапного каскадного уничтожения всего, что находится в глубине российской территории. Вот это первая возможность. То есть ракета-дроновые удары, для этого нужно снять все эти неформальные ограничения, по инфраструктуре войны наносишь удары, и, соответственно, тогда потенциал накопления, потенциал ресурсных возможностей в России резко ослабевает. И есть второе решение, безусловно, это постепенное формирование так называемой санитарной зоны. Субъект Путин периодически об этом говорит. И таким образом выдавливание той же артиллерии, выдавливание той же тактической авиации за пределы плеча поражения. То есть, грубо говоря, для того, чтобы не уничтожали Харьков, не наносили удары по центру города Харьков, не наносили удары по другим населенным пунктам, более меньшим по объему населенным пунктам, нужно отодвинуть и систему РСЗУ, и артиллерию, отодвинуть вглубь на соответствующее расстояние. Ну, расстояние вы можете прикинуть, исходя из плеча поражения. 20 километров, 15, 20, 30, 40 и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, то, что можно говорить безотносительно Курску. То есть, решения в этой войне очевидны. И, соответственно, ну, как бы, вот этот, если подытожить, да, вот этот абсолютный императив, на котором построена любая агрессия Российской Федерации в отношении стран-соседей, она построена на чем? На том, что мы будем делать все, что считаем нужным на вашей территории, нарушая ваш суверенитет, в том числе воздушный, в том числе морской суверенитет и так далее. То есть, вы никак на это не будете реагировать, хотя международное право нам прямо это заключает делать. Но мы точно уверены, что вы не будете наносить удары по территории России. Почему? По умолчанию мы так считаем. Хотя, наоборот, здесь парадокс. Международное право как раз разрешает нам в полном объеме это делать. Ну, понятно. Давайте тогда, да, это, ну, тем не менее, убедительно. Прозвучали главные слова. Несмотря на то, что вы не хотели говорить о целях, слова прозвучали. Санитарная зона. Это, мне кажется, достаточно убедительно. И тут достаточно понятно сразу цель и все остальное. Скажите, пожалуйста, вот все-таки здесь уже, мне кажется, вопрос исключительно по вашей кафедре. Вот разговоры о втором саммите мира, который должен произойти в этом году. Как вы считаете, ну, я не знаю, как вы, для меня совершенно очевидно, что России на этом саммите не будет. Она уже заявила, что она не собирается туда приезжать. И, в общем, никакого смысла для России приехать для того, чтобы там было рассмотрено ее персональное дело, нет, нет, совершенно очевидно. На саммит, который в том числе готовит Украина, конечно, Россия не приедет. Значит, возникает вопрос, а в чем приращение, вот смысловое, политическое приращение проведения второго саммита мира? Что будет такого на этом саммите, чего не было на первом? Перейдем чуть-чуть позже к саммиту, а сейчас про инструменты принуждения. Вот я постоянно об этом говорю, и, честно говоря, для меня загадочно, что мы вот уже два с половиной практически года вокруг этого, как говорится, вертимся. Посмотрите, Россия под словом компромисс, а переговорный процесс на условиях России, она считает это компромисс. Типа, на самом деле, Россия, по словам компромисс, всегда предполагает сдачу оппонента. Ну, то есть, мы вам предлагаем компромисс, на самом деле, это только лишь на условиях России, возможно. Ну, и, соответственно, Россия будет после этого считать вас слабыми, не способными дальше проводить те или иные защитные мероприятия, и, соответственно, будет просто повышать там в том или ином направлении градус давления. Да, это может быть там эскалационное давление на поле боя, или это может быть другого типа давления, там информационно-пропагандистское, или еще какое-то, или там политические вмешательства, или, опять же, террористические вмешательства и так далее. И, соответственно, вы абсолютно правы. Если выходить с точки зрения, давайте мы сядем за стол переговоров, потому что это поле компромисса, ну, и, соответственно, Россия будет тогда постепенно чувствовать, что она вас еще немножко дожмет, и будет повышать ставки. Ну, то есть, не, мы не будем садиться на стол переговоров, не на наших условиях, например, на основе такого субстрата, как формула мира, предложенная президентом Украины. Мы не будем участвовать в саммите, как вы правильно говорите, который вы организовываете, мы готовы сами его организовать и так далее, и тому подобное. Это все понятно, но мы давайте с вами исходить из реалий. И вот если все так было бы, то, конечно же, Россия бы продолжала играть в свою игру. Типа, предварительные условия, напомню, просто два месяца назад это прозвучало, а вчера субъект, который уже казался всем в небытие, уходит в Шойгу, обратно реанимировал эту тему, что два месяца назад субъект Путин предложил следующие стартовые условия для любого переговорного процесса. Первое. Юридически фиксируйте за нами территории, которые мы в нарушении, опять же, международного права и единолично записали в свою конституцию, то есть вы даже должны нам отдать те территории, которые мы военным путем захватить не можем. Но тут важно не это, не просто фактическое обладание территориями, а именно юридическое закрепление за Россией этих территорий, потому что это будет означать, что военных преступлений на этих территориях не было, территорий России. И второе. Отменяйте санкции. Ну, то есть вы санкции должны остановить, они не должны действовать по отношению к России. И, соответственно, ну там есть еще там фиктивные условия, которые Россия периодически для того, чтобы иметь эффективные инструменты пропагандистского давления на страны нейтральные, на третьи страны, да, то есть те страны, которые занимают там позицию. Это не вступление там в НАТО, гуманитарные аспекты, языковые аспекты, ну, полная чушь, которая, конечно же, никакого отношения к реальным планам Путина. Ну, полная, окончательная капитуляция Украины. Безусловно. Переводим на русский язык. Стартовые, стартовые условия переговорного процесса России. И, безусловно, они будут вокруг этого танцевать, если не начинают работать инструменты принуждения. Какие? Их всего три. Я это неоднократно уже говорил. Первое мы с вами видим, это поле боя. Абсолютно понятно, что как только на поле боя будут по-другому там ресурсы распределяться, другой объем ударов по территории России будет наноситься, другой объем разрушения инфраструктуры, вот этой инфраструктуры именно в приграничье, да, которая там позволяет накапливать военные и милитарные ресурсы самой России. И, соответственно, тактические поражения разного объема на поле боя. И, соответственно, появление того же авиационного компонента. И, наконец, полное дозакрытие неба, то, чего, к сожалению, сейчас еще нету, когда Россия там не сможет использовать свои ракеты. Ну, вернее, она их будет использовать, но эффективность этих ракет будет там 0,7%, 1,5% и так далее. То есть, это, соответственно, будет один из ключевых инструментов принуждения. Наиболее, кстати, понятен самому Путину. То есть, хотя он, конечно, в армейских делах, в больших войсковых операциях не разбирается, ну, мы понимаем, да, почему, собственно, из-за того, что спецоперация предполагала немножко другое. Понятно, небольшую там окопную войну, а совершенно другое. То есть, заход через то или иные ворота, захват правительственного квартала, уничтожение части правительства, ну, и, соответственно, дальше уже процедуры не войсковые, а спецслужбистские процедуры, там, фильтрации, чистки, депортации и так далее и тому подобное. Это понятно. Вот это Путин понимает. То есть, вот это понимает, почему спецоперация. Все, что касается войсковых операций, он в этом не разбирается. И, конечно же, как только начнутся достаточно объемные поражения в военной части, да, ну, это будет очень сильно влиять деморализующе и на элиту путинскую, и на, соответственно, социальные группы разные и так далее. Второе, это резкое наращивание, второй инструмент принуждения России, это резкое наращивание цены войны, ну, то есть, цены затрат на эту войну. Я понимаю, что, например, полного торгового эмбарго добиться, ну, в современном мире очень тяжело. Даже по отношению к таким одиозным странам, как Иран, этого невозможно добиться, там, или по отношению к Северной Корее частично, она все равно обходит те же эмбарго, там, продукты питания поставляются и так далее в рамках тех или иных обменных процессов. По России, которая была долгое время интегрирована в глобальную систему экономических отношений, активно в этом принимала участие, не только за счет сырьевого компонента, но и за счет других компонентов. Конечно, вывести ее в полном объеме. Почему невозможно? Потому что, вы прекрасно понимаете, есть много интересов, частных интересов, частных компаний, которые так или иначе завязаны на России, и так или иначе позволяют людям получать прибыли собственникам этих компаний, акционерам этих компаний и так далее. То есть, они не заинтересованы, безусловно, тем более, если они граждане третьей страны, то есть, они там абсолютно мало волнуют война, которую ведет Россия где-то там в Украине и так далее. Но вот цену можно поднять. Это дополнительные санкции, это дополнительные отраслевые санкции, это тот же Росатом под санкциями, это окончательный выход из России, действительно, не какой-то фиктивный, окончательный выход с потребительских рынков компаний, которые там непосредственно увеличивают свои обороты, я имею в виду европейские, белые компании, увеличивают свои обороты и платят большие налоги в федеральный бюджет и так далее. То есть, вот здесь, и кроме того, это будет такой сигнал для стран третьих, если будут контрсанкции водиться на европейские компании, это будет сигнал, что, смотрите, будете работать, ну, то есть, грубо говоря, прибыль будет гораздо менее важна для вас, чем те убытки, которые вы будете получать. Вот это второй инструмент, и, на мой взгляд, вокруг него сейчас идут и хорошие дебаты, и мы видим, что и более жесткие санкции, и Соединенные Штаты, вот эти пакеты и по Белоруссии, и по России, последние пакеты, они неплохие. Ну, и, наконец, третий инструмент, то, что вообще вопиюще выглядит, на мой взгляд, это дипломатическая неизоляция России. Ну, то есть, когда Россия, там, председательство Совета Безопасности ООН, я безотносительно того, что она там использует право вето и так далее, там важно другое. Важно, что для стран нейтральных, для ключевых стран того же глобального юга, для того же Китая, Идзи, Бразилии, ну, или для тех стран арабского региона, ну, Россия рукопожатная, законопослушная и так далее. То есть, это такой плохой сигнал, который говорит, ну, да, там какие-то недоразумения есть в Европе, но это, опять же, наверное, там европейцы что-то не так понимают и так далее. Ну, Россия-то, видите, спокойно присутствует в руководстве многих организаций, более того, управляет этими организациями, там, МАГАТЭ, Красный Крест, вот глава Международного Красного Креста там периодически приезжает в Россию, там, с какими-то интересными текстами потом выступает и так далее, и тому подобное. Ну, мы видели, кстати, колокольцев визит в Вашингтон, вернее, в Нью-Йорк, на саммит, где рассматривались, как работают миротворческие миссии. Это вообще для меня, ну, такой беспредельный, он беспредельный цинист. Вот этого давления нету дипломатического, и для стран третьего мира, как раз, ну, не третьего мира имеется в виду, а тех стран, которые занимают нейтральную позицию, потому что есть проукраинская коалиция, есть там небольшая группа поддерживающих и сочувствующих России, есть страны третьи, которые занимают нейтральную позицию, вот для них сигналы должны быть более точные тогда, соответственно, они начнут считать те убытки, которые они могут получать, стратегические риски, которые несет война в Украине, ну, и поведение России в целом и так далее. Вот эти инструменты, когда они будут резко увеличены в своей работе, конечно же, будут стимулировать, я так деликатно скажу такое слово, буду использовать, стимулировать Россию все-таки сесть за стол переговоров, ну, или там принять участие в саммите номер два, не на ультимативных условиях Путина, да. Ну, то есть просто цена у тебя начинает резко нарастать этой войны, издержки нарастать, то есть прибыли, которые ты ожидаешь получить, ну, уже несущественны по сравнению с потерями, которые ты уже несешь и будешь нести. Тут очень важно то, опять же, что всегда приходится подчеркивать. Вот если бы эта война была за территорию спорную, тут, ну, можно было бы как-то дебатировать, что-то обсуждать. Здесь же война России не за территорию, ей там безразличная территория в Украине. Война за доминирование, за обнуление глобальных правил, за то, что эти правила должны быть, опять же, знаете, Россия четко уже декларирует, ну, Путин, по крайней мере, как человек, ну, исторически достаточно примитивный, то есть он не понимает, там, что обратно вернуться в прошлом, эту историю невозможно, он же что декларирует? Он декларирует, давайте, смотрите, мы перепишем международное право и международное правило, условно, перепишем таким образом, чтобы опять вернуться к концепции, помните, когда был Советский Союз, это ареал контроля, влияния и так далее, независимо от региона. Вот давайте мы перепишем, и опять у нас будут ареалы влияния, мы будем здесь влиять, независимо от типа влияния, то есть мы там будем геноцидные очистки проводить, вы не должны в это вмешиваться, потому что это наша территория контроля. Вот они хотят к этому вернуться, и, соответственно, война идет в том числе за это. И, соответственно, здесь переговоры, а давайте отдадим какую-то часть территории, и на этом все успокоится. Но это настолько, на мой взгляд, уже после двух с половиной лет войны нелепо, что, конечно же, России надо принуждать к другому типу переговорного процесса, который они пока точно не готовы вести. Замечательно. Просто вот все, что вы сказали, на мой взгляд, убедительно доказывает, что... То есть вы говорите, все, что вы говорили, это совершенно блестящее изложение того, что в парадигме должного. А если вернуться в парадигму сущего, то есть, а что, на самом деле, из того, что вы говорите, а что реализуемо к концу года? Ожидается ли, например, такой, так сказать, резкий перелом в войне к концу года, который позволит Путину понять, что дальнейшее продолжение военных действий будет катастрофой? Ожидается ли к концу года такой резкий перелом в международных отношениях, когда Россия окажется в изоляции? Ожидается ли к концу года такое резкое изменение экономической ситуации, когда для Путина продолжение войны будет означать гибель российской экономики? Ну и так далее. То есть я могу перечислять. То, что вы сказали, я хочу все это из сферы должного перевести в сферу сущего. Ожидаете ли вы в конце года ситуацию, когда продолжение войны для Путина станет катастрофой? Вот я, например, не вижу ни одной причины, по которой к концу года ситуация так изменится. Более того, по крайней мере, те вот разговоры с теми экспертами, прежде всего украинскими, американскими, европейскими, с которыми я веду программы, вот они все-таки считают, что война не только не закончится в этом году, она практически наверняка не закончится и в следующем году. Потому что у Путина есть ресурсы для того, чтобы ввести эту войну. И для него просто прекращение войны для него катастрофа. Вот на чем основано, на чем основано, так сказать, вот весь ваш анализ, на мой взгляд, вы убедительно доказали в том, что второй саммит мира, ну, он, в общем, как-то не очень понятно, какое превращение, принуждения к миру не будет. Вот, мне кажется, из вашего анализа это следует. Я ошибаюсь? Давайте начнем с того. Вы абсолютно правы с точки зрения, что для Путина существование войны или внутри войны существования – это единственный способ выживания для его элиты. Это однозначно и для того типа государства, которое сегодня мы видим в Российской Федерации. Экспансия, ну, то есть начало пожирания внутреннего врага. Мы увидели, да, полностью убита электоральная политика. Ну, имеется в виду конкурентная политика. Свобода, свобода, слово, там, все это убито. Диссидентствующие есть люди, которые находятся в тюрьмах, их достаточно большое количество. И чем более ты, скажем, не относишься к категории серийных маньяков, убийц и так далее, тем большие сроки ты будешь получать. Ну, классика, то, что мы видели там в середине прошлого века в сталинском исполнении, да. Это очевидно. И после пожирания внутреннего врага, потому что качество жизни ухудшается, запретов больше, тебе нужен всегда внешний враг, с которым ты будешь воевать. Ну, океан не нужна, да, я не знаю там, что нужно, если его ухудшировать. И, безусловно, Путин без войны не будет существовать. Это важный параметр. Исходим из этого. Сегодня это уже не какая-то абстракция. Это понимают в том числе и наши партнеры. Они понимают, что для России существование внутри войны это единственный способ существования в принципе. И поэтому дальше риски будут увеличиваться. Риски в том числе для них. То есть эскалация будет продолжаться, милитаризация будет продолжаться, безопасностный каркас может не выдержать европейский, потому что они не готовы сказать, насколько сегодня коллективная безопасность в рамках альянса НАТО в Европе готова противостоять будет России. После того, как Россия не проиграет эту войну, будет иметь время для адаптации к новым условиям боевых действий своей армии, наращивания других компонентов ведения войны, ну с учетом опыта. То есть они уже понимают, какое оружие как себя проявляет, что нужно делать, на что нужно делать ставку и так далее и тому подобное. И вот здесь я как раз отвечаю на этот вопрос, что наши партнеры прекрасно понимают, что риски будут чрезвычайны и не смогут быть скомпенсированы в достаточно обозримое время. И тогда переходим дальше. Что такое, вот то, что мы с вами обсудили, как вы говорите, перевести из должного в сущий. Вот смотрите, есть определенная дорожная карта. То есть нужно понимать, какие инструменты позволят достигнуть цели принуждения России к чему бы то ни было. Но в данном случае, безусловно, к невыигрышу в этой войне. И так далее. Вот когда вы понимаете эту дорожную карту, когда ее понимают в полном объеме партнеры, тогда теперь переходим к конкретике с точки зрения, например, войны. Война в стагнационном режиме сейчас. То есть нету продвижения существенного ни в одну, ни в другую сторону. Это понятно. И есть более-менее понятный паритет ресурсов. Да, у России его больше. Это несомненно. Но вот этот паритет, он начинает постепенно складываться. Почему? Потому что увеличивается военное производство и в странах Европы, и в Украине. Понятно, на что нужно делать ставку. Я имею в виду ракеты, те же дроны, те же системы радиоэлектронного подавления. И так далее. И более того, есть понимание, что если в ближайшее время до закрыт неба, ну, например, там дополнительно 5, 7, 10 систем ПЭТРА, ну, или сопоставимых по классу те же самты, и так далее, то это совершенно точно убирает основной инструмент психологического давления России. То есть удары по определенной инфраструктуре, по гражданскому населению. Если появляется достаточное количество авиационного компонента, вчера это было невозможно, сейчас мы уже с вами видим, уже есть официальное подтверждение того, что в 16-е начинают работать. Ну, по линии фронта, да, мы можем говорить о количестве. Вот в этом проблема всегда. Количество. То есть, если это количество будет необходимо для решения тех оперативно-тактических или даже стратегических задач, это порядка 130 машин, да, порядка 130 машин, потому что они тогда полностью выровняют, ну, то есть уберут доминирование России в воздухе. Вот смотрите, я здесь объясняю, почему я оптимистично смотрю на такие вещи. Потому что вчера, ну, год назад, или полтора года назад, и начиная долгое время, доминировала артиллерия. И это, соответственно, давало там определенное преимущество России. Но артиллерия, она намного более неточная, быстро изнашиваемая. И, в принципе, ее можно было скомпенсировать, опять же, поставками снаряда с 1955-го. И контрбатарейная борьба, она уже более-менее паритетна. То, чего нет у Украины, и то, что Россия осознала, это полностью перестроило работу по разрушению переднего края за счет именно управляемых операционных бомб. То есть слишком много тактической авиации, слишком много этих бомб используется. То есть артиллерия отошла на второй план, и, соответственно, авиация. Вот этому нету противоположения. И за счет вот этой авиации получается небольшое продвижение где-то там на 100 метров, на 200, вперед. Но при этом у Путина ощущение, что вот еще немножко мы дожмем. Вот если здесь выравнивание, а это, в принципе, можно уже точно понятно, как работает логистика, она уже отработана, как работают тренинговые центры, они уже отработаны, то есть какое количество пилотов может быть у нас, и сколько нужно самолетов для того, чтобы и это убрать. Вот смотрите, вы убираете один за другим те аргументы, которые есть у России. Вот у нее больше нет аргументов. Ну и, соответственно, резкое наращивание производства радиоэлектронных средств подавления. Ну это противодроновая работа, да? И так далее. То есть вы, когда вот это все наращиваете, то есть у вас ситуация уже не патовая, не стагнационная, как сегодня, а она начинает постепенно переформатироваться в другом направлении. И, соответственно, тогда вот такие, скажем, истории, как мы с вами начинали обсуждать, Курской области и так далее, они увеличиваются в масштабах, в объемах и так далее. Будет ли это иметь существенное социальное влияние в самой России? Безуслово. Безуслово. Не уверен. Сразу ли? Нет, не сразу. Второе. Экономика. Ну то есть, опять же, смотрите, санкции вчерашние и санкции сегодняшние, они кардинально отличаются. Мы видели заявление, кстати, Джанет Йеллен, это министр финансов Соединенных Штатов. Мы видим ее позицию. На удивление, эта позиция более радикальная, чем, например, политических советников Белого дома с точки зрения необходимых увеличения объемов санкций. Мы видим дискуссию вокруг замороженных активов, и она уже имеет определенное решение. Это все то, что год назад невозможно было представить. Это бюрократия. Она развернулась, она принимает решения. То есть, ограничения возможностей России свободно торговать через третьи страны, через компании прокладки, резко закрываются. Говорит ли это о том, что экономика на издыхании? Нет, безусловно. Хотя мы внимательно отслеживаем заявление Инны Биулина и Силуанова с точки зрения состояния макроэкономических показателей и агрегатного состояния экономики, но оно не столь впечатляющее, как об этом пропагандисты говорят. И так далее. Вот единственное, что не работает, к сожалению, а это имело бы существенное влияние на ситуацию, это дипломатическая изоляция России. Это не работает. К сожалению, Россия, опять же, еще раз подчеркиваю, присутствует везде. И вот здесь как раз большое поле для работы. И первый саммит показал, что страны, да, может быть, они не готовы делать резкое заявление в отношении России, но они готовы принимать участие в мероприятиях, которые организует Украина. То есть 100 плюс стран и четко фиксируют позицию. Например, по таким параметрам, тогда, это тогда было на первом саммите, ключевые параметры. Война России обнуляет, например, концепцию свободной торговли как таковой. Она создает риски для тех или иных маршрутов, в том числе морских маршрутов и так далее. Война России четко показывает, что энергетическая безопасность это очень большая фикция и нужно переформатировать запретительно. Вот, например, если даже вы ведете войну, вот что Россия показывала в этой войне, очень важно. И почему на первом саммите президент об этом Украины говорит? Он говорит, смотрите, вот что Россия говорит? Она говорит, вот есть там правила ведения войны. Например, в этих правилах запрещено наносить удары по инфраструктуре энергетической, потому что они не только обеспечивают ту или иную суверенную территорию, они являются транзитивными. Ну, то есть интегрированная вся энергетическая система глобальная, она взаимоинтегрированная. То есть одно зависит от другого. И как только ты наносишь удары по, например, Украине, то соотношение энергетической системы Украины, то страдают и другие страны. То есть, грубо говоря, Россия пошла на нарушение правил ведения войны. И президент через, например, акцептуацию этого вопроса, энергетическое безопасность говорит, смотрите, это не абстрактно. Это не только у нас разрушается тепловая, теплоэлектростанция или гидроэлектростанция, это разрывается цепочка логистическая, которая обеспечивает тем или иным ресурсам большой объем других стран. Вот это все. То есть вот это все уже работает. Вы абсолютно правы, по временным, по календарным планам, я не готов сказать, потому что точно до конца 2024 года или там что-то будет дальше закончиться и так далее. Почему не готов? А потому что есть очень много микрошагов, да. Вот, например, еще вчера с вами мы бы не обсуждали то, что происходит сегодня в одной из областей России, правильно? Ну, с точки зрения процессов и так далее. Это было неожиданно для многих. И в том числе это показало абсолютную неготовность России действительно к работе на собственной территории. Кстати, это тоже говорит о том, что внутренний каркас силовой, ну, абсолютно дырявый в России. И мы это видели ровно год назад во время марша вагнеровцев на Москву. То есть вот эта вся силовая вертикаль, она фиктивная, она работает только против диссидентов, это другой тип работы. Ну, то есть она работает только с агентурной сетью, с провокаторами и так далее. Но она не готова противостоять силовым протестам. Вот точно так же мы видим, что с точки зрения охраны граничных периметров, пограничных периметров, тоже Россия очень дырявая страна. А это все еще вчера, вот этого шага как такового не было. То есть таких опций очень много может быть в течение какого-то времени. Например, вот чтобы было понятно, почему нужно работать интенсивно, в рамках переговорных площадок с тем же Китаем. Ну, независимо там от позиции, от того, что они декларируют и так далее. Китай действительно по степени структурности влияния на Россию абсолютно точно может регулировать тип войны, которую Россия ведет. Это несомненно. Будет ли Китай в этом заинтересован? Это другой вопрос. Потому что, например, преференции, которые он сегодня имеет в силу демпинговой торговли с Россией, ну, имеется в виду спекулятивной торговли и так далее, или с точки зрения резкого наращивания политической глобальной субъектности Китая, конечно, он получает еще пока профицит от этой войны. Имеется в виду косвенный. Понятно, он в самой войне технологии не заинтересован. Но профицит косвенный он получает. Вот как только будут дефициты нарастать для Китая, то есть там репутационные дефициты или там тоже влияние, или та же экономика будет по-другому выглядеть и так далее. То есть Китай будет принимать другие шаги. Нужно ли это объяснять им? Да. Нужно ли напрямую работать? Этот шаг, вот условно говоря, плотная коммуникация с тем же Китаем или с той же Индией, то есть с ключевыми странами Брикса, да, клуба, соответственно, они могут существенно ускорить те или иные процессы, опять же, об осознании российского руководства, что затраты на войну будут резко возрастать и в принципе можно остаться без ресурса вообще. То есть много таких шагов. И поэтому линейности в войне такого объема, такого масштаба, такой интенсивности не существует. То есть математически, конечно, сказать, что ресурсная страна не сопоставима. У России есть там достаточно еще и ракетного производства, и там снарядного производства. Есть, например, Северная Корея. Но смотрите, теперь давайте еще один параметр, который вчера еще мы не могли с вами детально анализировать. Это резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Помимо всего, что там происходит, и Россия была бы заинтересована в максимальной эскалации на Ближнем Востоке, потому что это растягивание информационного, дипломатического внимания, ресурсного внимания, стран демократии, условно говоря, тех, кто провоцирует эти конфликты. Но там есть одна особенность. Это запрос Тегерана на определенные виды оружия. Противоракетного, радиоэлектронного и так далее. Россия обязана отдать, потому что стратегическое партнерство, потому что взамен она получает свои компоненты для строительства тех же дронов, шахедов и так далее, и тому подобное. И, соответственно, это определенным образом влияет на обороноспособность Российской Федерации. Более того, мы понимаем, что те же системы С-400 «Триумф», например, они не настолько эффективны, как Россия рассказывала о них. И, соответственно, ситуация применения их на Ближнем Востоке, если будут они там применены, опять же, будет дополнительно дискредитировать российское оружие как такового. Потому что вот эта вся комплексная программа С-400, панцирь, которая его охраняет, радиоэлектроника, которая обеспечивает тотальный контроль воздушного пространства, не работает, оказалось. То есть достаточно эффективно Украина это обходит. Опять же, это переменные параметры, потому что оказывается, что многие военные программы, ВПК-шные программы, которые Россия долгое время продавала и считалось, что это монструозные программы, они не работают. Репутационно это все падает. И теперь смотрите, ситуация на Ближнем Востоке, дальше развитие, я не сомневаюсь, что у Израиля и его союзников в рамках стратегического партнерства намного больше эффективного контрресурса. Они смогут это все защитить, более того, обнулить окончательно, на мой взгляд, захарабского мира, который не очень, скажем, позитивно смотрит на Иран, с учетом типа поведения Ирана, даже в арабском мире. Соответственно, мне кажется, окончательное обнуление репутации Ирана, Сирии, окончательное обнуление репутации, Хизбалла, которая может точно так же перестать существенно влиять, как КамАЗ и так далее. Это будет влиять, крайне влиять на развитие ситуации в войне Украины-России. Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович. Ну, скажем так, в общем, поскольку у нас, я хотел бы услышать ваше мнение, а, так сказать, здесь дискуссия не предусматривалась, я все-таки так и не понял, значит, каким образом из всего того, что вы говорите, в конце, в конце года можно провести саммит мира, в котором будет какое-то превращение. Тем не менее, я понимаю, что здесь расчет на каких-то неожиданностей, на каких-то черных лебедей может быть всякое действительно, и непредсказуемость, нелинейность, о которой вы говорили, может сказаться и преподнести сюрпризы. Михаил Михайлович, я бы хотел, чтобы вы завершили наш разговор сейчас, как обычно в наших беседах, за вами завершающее слово, и, ну, помимо того, что вы в ходе этого слова можете сказать о любых темах, которые мы с вами не затронули, но, что бы я хотел вас спросить, вы сами смотрите вот марафон, сами смотрите украинские телеканалы, марафон, ну, прежде всего, марафон, прежде всего, ведущие каналы Украина-24, Freedom, так сказать, и так далее. Вас удовлетворяет то, что там есть, а вам интересно это смотреть? Потому что я объясняю, я постоянно участвую, я по мере возможности я участвую в работе этих каналах, потому что я считаю, что я как гражданин страны-агрессора просто обязан помогать и участвовать в информационной войне против России. Я на стороне, вот выбор на чьей-то стороне для меня давно с самого первого минуты был понятен. Я на стороне, я против России. Я против России. Я желаю поражения своей стране. Но у меня вопрос. В информационной войне надо ли зеркалить Россию? Хватает вам дискуссий на украинских телеканалах? Хватает ли вам альтернативной точки зрения? Интересно ли вам смотреть украинские каналы? Отвечаю коротко и широко, да? Конечно, смотрю периодически. Ну, не могу там 24 часа в сутки, понятно, есть другие водоработки, но периодически смотрю обязательно. Безусловно, многое мне нравится, что-то бы я менял и так далее, но это творческий процесс. Это второе. И мне кажется, что и в рамках марафона, и в рамках тех же каналов, того же при этом, ребята всегда что-то предлагают новое, пытаются найти какие-то новые темы, зайти в дискуссии и так далее. Это неплохо. Перечень спикеров разнообразный, но тут есть один маленький, очень важный нюанс. Смотрите, ведь вся информационная работа сегодня, в том числе на внешних рынках, внутренних не сконцентрировано внутри только телеканалов работающих в марафоне. Это маленький сегмент. На мой взгляд, он профессиональный, мне он нравится, он мне симпатичен и так далее. Ведущие многие искренне в течение двух с половиной лет работают. И вам благодарю, я смотрю и на 24-м канале вас, и на 3-дами, во многих местах я вижу и так далее. Уровень, извините, что вырываешь, уровень журналистики вырос за это время. Я просто помню, с чего мы начинали. Я, поскольку все там уже три года участвую в этом, я вижу, что то, с чего мы начинали и то, что сейчас происходит, безусловно, профессионализм вырос довольно существенно. Появились звезды украинской журналистики. Они были всегда, но появились новые звезды. То есть, растет этот уровень, но тем не менее, я все-таки оставляю тот же вопрос. Интересно ли вам, насколько вы нового узнаете в ходе бывают ли для вас познавательный, какой-то креативный момент? Хватает ли вам дискуссионного компонента? И так далее. Да, да, да. Я тогда перехожу к следующему. Современное медийное пространство, информационное пространство, независимо от внешнего или внутреннего, оно ведь базируется не только на телеканалах. Очень много сегодня есть каналов различных, и ютубовских, и социальные сети, и даже телеграм-каналы есть, которые всегда вызывают определенную дискуссию, с точки зрения надо их использовать или нет. То есть сегодня как раз, когда отвечают на вопрос вот то, что вы спрашиваете, хватает ли дискуссионности, ну то есть как бы разнообразия спикеров, жесткости дискуссии и так далее, конечно хватает. Очень хватает. То есть этого всего много. И соответственно, конечно, я в принципе считаю, что медийно на внутреннем рынке, если вы хотите получить представление, максимально разнообразное представление о процессах, которые происходят, вы спокойно это сможете найти. То есть это не российский сегодняшний рынок. То есть здесь очень много опять же дискуссий, есть разные дискуссии, не только на платформе телемарафона. Но опять повернусь. Я вижу, вы абсолютно правы, что за два года войны телемарафон изменился в гораздо лучшую сторону. Будут ли люди недовольны тем, что они видят? Конечно, потому что некоторые вещи приедаются со временем, или кажется, особенно в украинской политической традиции всегда это было. Со стороны всегда кажется, что я могу намного лучше все сделать. Нормально, это нормальный психофеномен, да, он мне тоже симпатичен, это особенность Украины. Все, кто находится внутри власти, в моменте власти что-то делают, считая, что это круто. Потом, когда они уходят в оппозицию, они считают, что вот эти, кто сегодня делает плохо, делали, они бы сделали лучше. Хотя на самом деле у них уже был там не один раз шанс доказать эффективность тех или иных технологий. Поэтому, можно ли вносить изменения? Конечно. Вносятся ли они? Да, безусловно. Можно ли найти информацию разнообразную? Безусловно. Будет ли это свидетельствовать о том, что вы выиграете информационную, вы, я имею в виду, внутреннее пространство Украины? Нет, не будет, потому что надо каждый день просыпаться с ощущением, что все нужно начинать сначала. Почему? Потому что Россия тратит гораздо больше ресурсов. У России была построена, ну, я имею в виду, в количественном параметре, у России была построена очень мощная система внешнего влияния информационного. Они официальные площадки имели, как те же РТ, там, допустим, спутники и так далее. Они же ангажировали многих европейских и американских журналистов в разные программы. Они же ангажировали очень много через грантовую поддержку общественных организаций, медийных организаций, ну, глобального толка. И, конечно, вот эта система, если она была сначала шокирована в первые там месяцы войны, то потом она восстановилась, и они пытаются на этом работать. Будут ли они дискредитировать? Знаете, в чем сложность работы? Мы все-таки стараемся, ну, как-то придерживаться ключевых принципов журналистики, да, но все-таки факт можно подтверждать, да, то есть ты не можешь назвать его фактом, пока там не было с двух-трех источников подтверждения какое-то. Мы пытаемся играть на факте и интерпретации реальных фактов. Россия заведомо идет в сообщение не второй точки зрения, а заведомо идет сообщение фейковой новости, то есть выдуманной новости, манипулятивной новости и так далее. Конкурировать, вы же знаете, да, правде и лжи всегда очень тяжело, почему? Потому что ложь может быть очень многообразна, цветная, такая, очень-очень круто ее можно предлагать, да, а правда это все-таки опирается на определенные вещи. Ну и плюс, когда вы говорите правду, и когда вы отвечаете за свои слова, то к вам как это не парадоксально. Знаете, когда человек все время врет, к нему относятся снисходительно, слушают, если он красиво говорит, пассионарно говорит, ну понимает, что там воздействия никакого не будет, потому что человек как врал, так и будет врать. Это все, что касается, если так, условно российской пропаганды. Все, что касается вас, вот если вы будете говорить правду, то к вам будут приходить и требовать еще более жесткого там фактчекинга, еще более жесткого там щепетильности по отношению к каким-то словам, которые вы употребляете, потому что вот в этом парадокс современного мира. Если вы играете по правилам, то вам всегда будут делать замечания. Вот Россия этим пользуется, технология. Как только ты перестаешь играть по правилам, все плюют, машут рукой, плюют в эту сторону и говорят, да ладно, он может делать все равно беспредельщик и так далее. Вот в этом проблема, на мой взгляд, этого информационного периода, в котором мы живем. Но еще раз, что касается марафона, предлагайте, если вы считаете, что нужно какие-то новые рубрики запускать или что-то делать, предлагайте, будем на это реагировать, классная идея всегда приветствуется. Почему? Потому что, и тут я соглашусь однозначно, усталость всегда будет, если какой-то процесс идет очень долго. Вот есть усталость от войны, все говорят, психоэмоционально, это понятно, что если ты 2,5 года живешь без четкого понимания завтрашнего дня, то даже сам по себе этот фактор будет депрессирующим образом на тебя влиять. Точно так же, если ты постоянно смотришь один и тот же продукт, если в него там вносятся какие-то косметические изменения, то через какое-то время ты устаешь от типа продукта. Не от самого даже содержания, от типа продукта, от формы продукта, от визуального исполнения этого продукта. Можно вносить коррективы, любые коррективы вносятся, но еще раз я подчеркну, я с большой симпатией отношусь к медийному полю Украины, очень круто вытянули журналисты вообще все, что нужно было делать, и первые дни войны, и потом, и до сих пор вытягивают очень хорошо, и много качественного продукта есть, в том числе в рамках марафона. Спасибо огромное. Михаил Михайлович Подоляк, советник Офиса Президента, как всегда интересно, ярко. Я только единственное могу сказать, что я, конечно, не буду делать, я гражданин страны-агрессора, и мне не очень ловко делать какие-то предложения. Единственное, я могу сказать, что, конечно, что-то надо делать с вашим инновещанием, потому что здесь Россия имеет огромное преимущество, огромное. И то, что та гигантская машина обработки общественного сознания, которая действует в России, она очень сильна, она достаточно эффективна, хотя грубо, примитивна, но эффективна. Плюс подкуп, гигантские деньги, которые тратятся на подкуп, на шредеризацию американской и европейской политики, на валдеизацию экспертного сообщества, это гигантские деньги, это безумные миллиарды. И это тема бесконечная. Конечно, здесь Украина так не может действовать, но вот какой-то Давид должен побеждать Голиафа не силой, не объемом, а прощой. Вот здесь и навещательная проща вам нужна. Но и здесь я могу, конечно, если есть желание, можно поговорить на эту тему, но это, конечно, тема отдельного разговора. Поговорим отдельно, хорошая тема по поводу внешнего вещания, но тут маленькая ремарка, не может вытянуть Украина в одиночку эту программу, это как раз должно быть полиплатформенное решение с целым рядом стран, партнеров Украины, то есть формирование вот такой контр-сети, потому что это ресурсно затратно, и, соответственно, должны быть интегративные системы в разных странах, журналисты разных стран должны в этом принимать участие. Украина может инициативно этим заниматься, но вытянуть там за счет только своего и навещания, ну это невозможно. Опять же, в силу того, что это даже не вопрос ресурсов здесь и сейчас, а вопрос в том, что Россия в это вкладывала в течение 20 лет, начиная там с начала 2000-х, она строила вот эти большие платформенные решения там в испаноязычной среде, во франкофонной среде, в немецкой язычной среде и так далее и тому подобное. Но идея хорошая, надо подумать, но опять же, только через полиплатформенное решение с странами-партнерами. Тогда да, тогда можно выстроить это. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok